Председатель сегодня в этот зал снова парашютировал, пусть и небольшой, десант представителей стран Европейского Союза, чтобы впоследствии покрасоваться на экранах телевизоров своих собственных СМИ. Я в очередной раз задаю вопрос, какую добавленную стоимость несут выступления этих стран в этом зале? Здесь находятся представители Европейского Союза. Что сверх того, что скажет он, могут добавить в нашу дискуссию эти страны? И что-то я не вижу торопящимися, их торопящимися на заседания, которые проводятся по нашей инициативе. Я уже говорил об этом, еще раз повторяю. Если вы столь смелые приходите на эти заседания, извольте приходить на наши. Вы заводитесь ли их, вас там послушаем. О той роли, которую вы играете в том кризисе, который протекает сегодня на Украине. Госпожа председатель, хотели бы выразить признательность американским и славянским коллегам за своевременную инициативу о проведении сегодняшнего заседания. Они нас совсем немного опередили. Мы сами уже были готовы созвать его из-за угроз, создаваемых Украиной в отношении ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции. Внимательно выслушали сделанное сегодня докладчиком выступление. Кем бы ни был, озвучивший сегодня оценки возможных катастрофических последствий, безответственных и безрассудных действий Киева в отношении ЗАЭС, мы их полностью разделяем. Этот человек наглядно продемонстрировал уровень угроз ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате атак на станцию. Вы, возможно, удивлены, что ли нестандартный для Совета безопасности, да и просто для нормального человеческого общения, формой нашего сегодняшнего обращения к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Просим не воспринимать это как признак отсутствия уважения. Мы неизменно ценим работу господина Гросси и неустанные усилия его коллег из МАГАТЭ. В частности, мы признательны руководству агентства за оперативное и четкое осуждение прямых атак на ЗАЭС и призыв к прекращению провокаций в отношении объекта. Начать же наше выступление именно таким образом мы решили лишь для того, чтобы продемонстрировать, сколь странно звучат в целом взвешенные и релевантные оценки гендиректора, когда в них используются обезличенные фразы из серии «Кто бы не стоял за нападением». А также, вопреки очевидным фактам, не указывается всем нам прекрасно известная сторона, которая стоит за атаками на станцию. Тем более, что находящиеся на объекте эксперты МАГАТЭ имеют возможность все прекрасно увидеть своими глазами. Госпожа председатель, обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности всегда было и остается безусловным приоритетом Российской Федерации. Наша страна при поддержке руководства МАГАТЭ прилагает все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС. Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем или нет, это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС. Их единственный источник понятен. При попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки на ЗАЭС и прилегающий к ней территорию. В период с июля по ноябрь 2022 года ВСУ подвергали станцию регулярным ракетно-артиллерийским обстрелом. Было также несколько попыток диверсий. После этого на протяжении без малого полутора лет прямых ударов по объекту не фиксировалось. ВСУ сосредоточились на обстрелах города Энергодар, где проживают сотрудники станции, члены их семей, а также промышленные зоны вокруг Запорожской АЭС и связанные со станцией инфраструктура за ее периметром. Однако за последние несколько месяцев подобные атаки не только возобновились, но и резко интенсифицировались. Вооруженные силы Российской Федерации фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотных летательных аппаратов в неделю. Наша страна регулярно информировала и продолжает информировать Совет Безопасности ООН и секретариат МАГАТЭ об этих недопустимых действиях. Однако западные коллеги признавать реальность создаваемых Киевом угроз как не хотели, так и не хотят. Даже после таких, казалось бы, вопиющих инцидентов, как произошедшие 12 марта, всего в 5 метрах от ограждения склада с запасами резервного дизельного топлива ЗАЭС, взрыв безоболочного взрывного устройства, доставленного с помощью БПЛА, а также зафиксированные 5 апреля прилеты дронов Камикадзе в району грузового порта и азотно-кислородной станции. В отсутствие какого-либо одергивания со стороны своих кураторов 7 апреля киевский режим, уверовав в собственную безнаказанность, вновь перешел к тактике прямых обстрелов станции. Сначала с помощью беспилотника Камикадзе был нанесен удар по территории столовой, в которой в этот момент разгружали грузовик с едой. Пострадали 3 человека, один из них получил тяжелое ранение. Причем всего лишь за 20 минут до удара это место посетили находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ в соответствии с согласованным заранее планом. То есть целями украинской атаки вполне могли оказаться и они. После этого были осуществлены атаки беспилотников на энергоблоки номер 5 и номер 6. Один из них был сбит, а второй взорвался на крыше шестого реактора. Ближе к вечеру того же дня был атакован учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Повторный удар по его крыше был зафиксирован 9 апреля. А 8 апреля на территории станции был сбит беспилотник, упавший на крышу машинного зала энергоблока номер 5. Мы столь детально останавливаемся на хронологии событий для того, чтобы всем коллегам было понятно. Речь идет не о каком-то случайном прилете по станции. Речь идет о прямых, целенаправленных ударах ВСУ по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Ударах, ответственность за которые киевский главарь цинично пытается свалить на Россию. Думаю, что и сегодня мы это еще услышим. Пусть те, кто ему подыгрывает в этом, зададутся простым вопросом. Почему из пяти атомных электростанций на Украине Россия занялась созданием угроз безопасности именно в отношении той, которая находится под ее контролем? Если вы дружите хотя бы с элементарной логикой, то абсурдность подобных обвинений становится очевидной. Но наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывали сегодня в форме ультиматума. Передайте контроль над ЗАЭС и тогда ее перестанут обстреливать. Таким образом, они не только выдали режим Зеленского с потрохами, но и фактически признались в соучастии в этих безответственных обстрелах. Сегодня, кстати, генеральный директор МАГАТЭ не сказал ни слова о проблемах с доступом персонала МАГАТЭ на ЗАЭС. Это прозвучало выступление Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. Значит, это было заранее заготовлено в ваших текстах. Зачем мы тогда приглашаем генерального директора Гросси брифинговать нас? Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территорий каких-либо нападений. Экспертам МАГАТЭ находящимся на ЗАЭС по приглашению российской стороны прекрасно об этом известно. А вот действия Украины представляют собой грубейшее прямое нарушение требований и призывов агентства. Впрочем, чего удивляться пренебрежением Киева по отношению к усилиям МАГАТЭ если его не заботит даже безопасность сотрудников организации. С учетом изложенного призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую атомную электростанцию. Это не политический вопрос. Сейчас это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы. Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами только поощряют киевские власти к дальнейшим безответственным и чрезвычайно опасным действиям. Если же таковая обезличенная трактовка обстрелов за ЭС агентству продолжится, предпринимаемые МАГАТЭ усилия в значительной мере утратят смысл. В этом плане у нас гораздо меньше надежды на западные правительства, которые уже давно выдали киевскому режиму карт-бланш на любые преступления и действия, направленные против России. Тем не менее, хочется верить, что у наших европейских соседей еще не атрофировался инстинкт самосохранения и они не будут ставить под удар жизнь и здоровье собственных граждан. Ведь если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба. Хочется верить, что общественность европейских государств осознает опасность подобного сценария и не даст принести свою безопасность в жертву безумным задумкам режима Зеленского. Госпожа председатель, со своей стороны наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций. Намерены и далее предпринимать меры по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС в соответствии с нашим национальным законодательством и обязательствами, вытекающими из профильных международно-правовых инструментов, участником которых является Россия. Призываем секретариат МАГАТЭ, а также всех здравомыслящих членов международного сообщества также сделать все возможное для спасения мира от ядерного инцидента. Одним из важнейших подобных шагов станет прямое и открытое осуждение действия Украины, уже не раз подводивших всех нас к черте катастрофы. Могу берусь. Продолжение следует...